11.05 в российской столице. Доброе утро тем, кто проводит утро среды в спортивном режиме. Это уже традиционно и приятно, что вы вместе с нами. Признаюсь честно, что каждый раз, готовясь к программе, я так продумываю, иногда даже пишу, что бы я хотела сказать об этом человеке, который приходит к нам в гости. Может быть, как-то, что называется, сделать подводку. Когда вот мы с продюсером выяснили, что придет к нам Валерий Розов, для меня стало большой загадкой, что же можно уложить в одну минуточку, чтобы достойно представить человека. Я поняла, что только список регалий нашего сегодняшнего героя Валерия Розова составит листа полтора, если вспоминать все то, чем этот человек занимался, увлекался и где достиг достаточно больших рекордов. Поэтому будем, если без перечисления долгих титулов, говорить, что Валерий у нас альпинист, многократный чемпион мира и по парашютному спорту, и по альпинизму, участник всевозможных экстремальных экспедиций и человек, у которого, как сказала моя коллега Наталья Медлина, нет крови, у него есть только адреналин. И, видимо, на мое замечание, что уровень адреналина зашкаливает, вот, видимо, совершенно справедливо Наташа это отметила. Валерий, доброе утро. Доброе утро. Ну вот, собственно говоря, действительно, когда я прочитала все то, чем вы занимались, и, в общем, достаточно часто встречаюсь в печатной прессе и телевизионные какие-то сюжеты про ваши достижения, у меня в голове возникает только один вопрос. Как? Вот как нужно просто на это решиться? Ну, здесь, на самом деле, ответ будет очень простой, потому что меня часто это спрашивают. Дело в том, что я думаю, что я так выгляжу только со стороны, как человек, который делает какие-то безумные поступки, какие-то непонятные рискованные трюки, и живет на какой-то там адреналиновой зависимости, постоянно усложняет то, что он делает. На самом деле это совершенно не так. Просто то, чем я занимаюсь, я занимаюсь уже более 30 лет, то есть фактически с ранней юности. и просто ты дорос до каких-то вещей, которые ты можешь презентовать другим людям достаточно хорошо, красиво, чтобы тебе не было стыдно за то, что ты показываешь. При этом для тебя, для меня, то есть они не выглядят так, как для вас. То есть это моя естественная среда обитания, это то, чем я занимаюсь по жизни, то, чем я постоянно тренируюсь. Вот, поэтому мне всегда, все время неловко, когда мне говорят, о, вы такой бесстрашный, или вы такой рискованный человек. Ну, с одной стороны, это так. Безусловно, все эти занятия связаны с риском, и от тебя требуется какой-то уровень психологической подготовки, чтобы это делать. Но, с другой стороны, еще раз повторюсь, для меня это выглядит совершенно иначе. То есть это то, к чему я долго-долго готовился, и то, на что я реагирую достаточно спокойно. Если вот вернуться на те же 30 лет назад, вышеупомянутые, вы помните, что подтолкнуло вас к решению заняться экстремальным видом спорта? Ведь есть же масса приятных легкоатлетических дисциплин, есть игровые виды спорта, где ты получаешь свою дозу адреналина, выходя на площадку, соревнуясь на дорожке, и ты так или иначе доказываешь, что ты сильнее, ты быстрее, ты мощнее. У вас несколько иной путь. Вот этот период до, и период, когда вы решили, что вот вы посвятите свою жизнь экстремальным видом спорта, вы его вспоминаете? Ну, на самом деле, тогда не было такого понятия экстремального вида спорта, вообще такого словосочетания даже не. Ну, в общем, да, это какой-то свежий такой термин. Да, это появилось на второй половине 90-х, это пришло к нам из Америки, из Европы, может быть, но как бы, поэтому, то есть я так не говорил себе, я хочу заняться экстремальным. Это вот сейчас, когда столько много видео, много информации в интернете, может, молодые люди могут делать в голове какие-то такие мысли, их могут посещать. Подтолкнул меня к этим занятиям мой родной брат Володя, он был старше меня, он был, мне даже сложно сказать, по каким причинам, фанатом альпинизма, причем ни он, ни я в горы тогда не ходили, потому что, ну там... А как фанатели тогда? А фанатели просто, вот нам нравилась эта тема. По картинкам в журнале? Да, и журналов тогда не было. Ну да, ну там, техника молодежи иногда что-то печатала, плюс было там полтора десятка книг на эту тему, которые можно было почитать, Плюс песни совершенно чудесные, романтические Высоцкого, про то, что происходит в городе. Несколько раз, да. Ну, конечно, фильм Высоцкого, безусловно, культовый. Вот. И, насколько я помню, прям с ранних, с ранней школы я знал, что я хочу заниматься альпинизмом. Как только подрасту, я вот найду эту возможность. Но родились Вы-то совершенно не в горной местности. Ну, нет, конечно, да. И я занимался в различных секциях, различными видами спорта, но воспринимал их исключительно как некий этап. Они меня не заводили, вот как сами по себе. То есть я их воспринимал как, ну, мне надо как-то вот готовиться к тому, что вот скоро произойдет. То есть вот какая-то такая у меня мысль была в голове. Теоретическая подготовка? Ну, почему? Это физическая подготовка. А, то есть Вы физически? Ну, конечно, я же хожу в секцию, занимаюсь, да, вот, чтобы быть в хорошей форме. Но вот как-то вот так. Я не знаю, почему это произошло. То есть я зачитывался этими книжками о путешествиях, приключениях, об альпинизме, знал всех героев того времени и мечтал, только мечтал когда-нибудь сам там оказаться. И только после девятого класса у меня первый раз появилась возможность попасть в горы. Реально. Вот те ощущения от первого визита к желаемому, они остались самыми яркими или все равно потом все наслаивается, наслаивается, появляются более яркие впечатления и первые уходят на дальний план? Нет, ну, конечно, они помнятся всегда. То есть вряд ли их можно назвать самими яркими, вот. Но это однозначно то, что ты помнишь всегда, как первый прыжок с парашютом довольно тяжело забыть, так и первый раз поход в горы. Но он был достаточно простой, ничего может быть интересного. Но сам факт, конечно, плюс я был вместе с братом вдвоем, то есть это для меня было очень знаковое путешествие, безусловно. Ну, может быть, это несколько прозвучит грубо, но в те времена же не было скалодромов, по которым можно было полазить, потренироваться. Как вот этот процесс происходил тогда? Ведь сейчас достаточное количество и тренажерных залов, и непосредственно самих тренажеров для того, чтобы создать мини-экстремальную ситуацию для подростка. Вот вас тренировали как? Ну, еще раз повторюсь, я не тренировался ни в какой альпинистской секции на тот момент. В альпинистскую секцию я попал только поступив в институт на первом курсе. Можно сказать, я выбрал институт только потом, потому что там была хорошая альпинистская секция. Что заканчивали? Московский институт электронной техники. Когда-то пригодилось знание? Ну, как общее образование, конечно, по жизни, я думаю, пригодилось, но по специальности мне не довелось поработать. А вы были вот как раз тем самым спортсменом, который приходит в ВУЗ и в основном выступает на соревнованиях, в основном занимается какой-то своей спортивной деятельностью, ну, а учебное так вот прикладывается? Нет, ну, какие-то выступления за ВУЗ, они всегда приветствовались, но я не помню, чтобы это было прям так вот давало тебе какие-то суперпоблажки. То есть вы учились-учились правильно? Да, да, да. Ну, то есть тебе надо было учиться, безусловно. То есть довольно, я так думаю, в те времена достаточно требовательный ВУЗ. Понятное дело, что, как мне кажется, такие увлечения, тем более сразу двух сыновей, вызывают несколько странные ощущения у ваших родителей. Или они вам доверяли и говорили, да, пожалуйста, занимайтесь? Да, вот это правильное слово, наверное, они доверяли. Я думаю, естественно, они переживали, как любые нормальные родители. Может быть, они не совсем понимали то, чем мы занимаемся, насколько это может быть опасным. Может, это и хорошо, что не понимали? Насколько? Ну, они были далеки от этого, да. Но я помню, меня всегда поддерживали. Все мои увлечения, и мать, и отец, они всегда поддерживали, и были рады, когда я чем-то увлекался. А сейчас уже с позиции взрослого мужчины, наверняка отца, вот есть, не знаю, может быть, опасность, что дети пойдут по вашему пути, или наоборот? Поддерживаете, говорите, да? Ну, опасность, какое-то странное слово. Ну, естественно, мне... Боязнь. Тоже меня сейчас спрашивают, ну, конечно, мне бы не хотелось, чтобы мои дети занимались, ну, поскольку я лично представляю, что это может быть опасно, и что сейчас есть масса других интересных альтернативных увлечений, начиная от различных видов спорта, заканчивая просто тем, что ты можешь думать и планировать какую-то там свою карьеру, чего, в общем-то, было сложно делать в то время. То есть... У нас в гостях, да, Валерий Розов. Валер, мы вернемся к нашему разговору через пару минут. Доброе утро. Это действительно программа «На своем поле». Мы работаем в прямом эфире. Если есть вопросы, то милости просим. Их можно задавать по телефону 65 10 99 6 код города 495. Лень звонить. Пишите. Сайт Финам.фм. Страничка программ на своем поле. Сегодняшний наш гость Валерий Розов. Человек-легенда в мире и российского, и мирового экстремального спорта. Бейсджампер, альпинист и парашютист. В общем, все, что можно отнести к видам спорта, которые заставляют будоражить кровь у самих участников и у тех, кто за этим наблюдает. Все это к нашему сегодняшнему гостю. Валерий, еще раз вас приветствую. Привет. Мы с вами заговорили о ваших детских увлечениях и откуда есть пошло ваше вот такое экстремальное содержание жизни. Вы, в общем, так за кадром сказали, что для своей семьи, вот для своих сыновей вы такого будущего не хотели. Но, тем не менее, наверняка они так или иначе связаны со спортом. Или это их увлечение только в болении за папу? Нет, конечно, у них есть свое увлечение. Это водное поло. И у меня три сына, но младшие совсем маленькие еще, а старшие Андрей и Саша, они активно занимаются. Ну, старший уже прекратил выступать, а младший еще продолжает активно тренироваться и выступать. А когда они... Они были членами сборной Москвы и юношеской сборной страны. То есть они на... Высоком уровне достаточно? На достаточно высоком уровне для юношей, старших. А когда они выбрали именно этот вид спорта? Вполне себе. Да, он тяжелый физически, да, он требует большой подготовки, но вы так переплюнули через левое плечо, скажем, Господи, спасибо. Не они выбрали, чтобы серьезно заниматься-то с детства должен быть. Лет там в семи, допустим. То есть это было ваше решение, волевое супруга, вы решили, что дети будут именно так. Ну, Наташа, жена, она очень много посвятила время старшему, пытаясь пристраивать его в различные секции. И вот в водном полу у него пошло успешнее всего. Рост результатов, какие-то показатели, поэтому Сашу среднего отдали сразу же туда и понакатанный он тренировался. Валер, а вот когда вы готовитесь к какому-то очередному совершению, потому что по-другому я не могу сказать то, чем вы занимаетесь, как выстраиваются ваши отношения в семье? То есть приходит папа, и вся семья затихает, если папа ложится отдыхать, вся семья подстраивается под режим питания, или у вас совершенно обычные отношения, и вы, в общем, в семье, а не над ней. Как это бывает? Как вы готовитесь? Ну, это, наверное, правильнее супруге задать этот вопрос, как они воспринимают приход папы, но мне так кажется, что все совершенно обычным путем происходит. Ну, понятно, мне как-то там уделяют внимание, но... Чуть больше. Да, но не так, чтобы прям вот все там как-то ходили, тем более сейчас с рождением вот маленького, то есть, соответственно, он главный, все вокруг него, поэтому я не думаю, что я там пользуюсь какими-то особыми привилегиями. А как-то вот когда вы... У меня просто по жизни достаточно бывает временами, ну, есть свободное время. Есть? Удивительно. И, ну, допустим, вот сейчас, когда не сезон, когда я отдыхаю, по сути, с удовольствием провожу его. С детьми? Да, да. То есть вы хороший папа? Домашние дела, ну, какие у меня получаются, по крайней мере. Насколько серьезно вы уходите в процесс подготовки, когда наступает сезон? То есть вы уезжаете куда-то на сборы, выходите в тренажерные залы? Как это все происходит? Вот подоплека того, что за кадром? Ну, ты вынужден, как любой спортсмен, ну, хоть я не являюсь действующим спортсменом, а то, чем я занимаюсь, не является спортом, но, тем не менее, ты вынужден тренироваться круглый год, поэтому, есть сезон, нет, ты тренируешься, это прежде всего ОФП, конечно, и прыжки того или иного рода либо аэродром, либо горы. Даже зимой? Ну, вот, да, даже зимой. Ну, может быть, не так активно, конкретно, вот, декабрь, январь, для меня они такие традиционные месяца отдыха, вот, а так, постоянно ты тренируешь, потому что ты должен владеть разным набором компетенций для своих занятий, то есть, это и общая физическая подготовка, это какая-то альпинистская практика, прыжковая практика, плюс тебе нужно достаточно регулярно прыгать со скал, чтобы не терять психологическую форму, то есть, это очень разные виды деятельности, мало чем похожи друг на друга, с разными навыками, снаряжением и подходом, и это занимает очень много времени и сил. но вот этот декабрь-январь, который у вас, в общем, ну, можно сказать, отдых, вы каким-то образом просматриваете, я не знаю, свои выступления, намечаете какие-то планы, может быть, прорабатываете следующий прыжок, который вы хотите совершить, ищите подходящее место, горы какие-то, может быть, ездите посмотреть, вот, живую, что называется, пощупать, как вот это происходит, как вы готовитесь? Ну, условно, можно разделить на, как бы, две составляющие моей жизни, первое, то, о чем мы говорили, это постоянно какие-то тренировки и выезды тренировочные, и второе, это какие-то крупные, большие проекты, которые как-то раскручиваются в средствах массовой информации, какие-то экспедиции, вот то, что вы называете свершениями, таким словом. Конечно, к ним ты готовишься заранее и готовишься довольно долго, скажем, весь свой календарь на следующий год я уже знаю, он был придуман еще, окончательно сформирован еще этой весной, то есть, фактически, за год вперед, я знал, что буду делать в следующем, 14-м году. А что вы будете делать, Валер, в следующем, 14-м году? Что читать в СМИ А вот вы меня через год пригласите, я расскажу. Вы человек достаточно суверный? Суверный. Соображение, ну, не то что, ну, да, немножко суверный. Но есть какая-то, может быть, любой спортсмен немножко суверный. Есть какой-то ритуал, который вы обязательно соблюдаете, про который не обязательно говорить? Ну, то, что вот показывают на экранах, когда Синбаева сидит под полотенцем перед прыжком, у вас есть что-то подобное? Да, есть. Не будем говорить, что? Да. Не будем. Хорошо, когда вы готовитесь к очередному свершению, к очередному достижению, я так понимаю, что с вами работает целая команда, вы же не можете это все готовить в одиночку, то есть должен быть, как мне кажется, человек, который разбирается в аэродинамике, который разбирается в снаряжении, который разбирается, я не знаю, во всех таких отраслях, которые очень узконаправлены и специфически для того, чтобы, когда на кону стоит жизнь, она была сохранена. И при этом был прыжок совершен. Ну, безусловно. Ну, не то, что команда, но люди, которые вокруг меня, которые заняты, как-то вовлечены тоже в эту тему, конечно, они мне очень помогают. То есть я не смог эти вещи делать в одиночку. Но это прежде всего те, кто шьет снаряжение производителей, те, кто поддерживает меня финансово и помогает все это как-то снимать. Конечно, я с ними в плотном контакте, и это наш совместный труд, совместный результат. По крайней мере, вот эти крупные проекты, о которых мы говорим, потому что процесс фото-видеосъемки в таких условиях – это вообще отдельная тема. Но это дорого, я так понимаю. – Требующая отдельных сил, времени, отдельного напряжения. – А когда вы шьете снаряжение, вы наверняка же работаете в плотном контакте. То есть это не массовый поток, это единичное для вас сделанное, я даже не знаю, как это назвать, спортивный костюм, снаряжение, крыло. Что это? – Нет, ну, конечно, да, я в контакте с этими людьми, но, в принципе, я им доверяю, потому что они профессионалы в своем деле, лучшие, по крайней мере, что есть у нас на нашей поляне, и в этом снаряжении, в котором я прыгаю, в котором я летаю. Я могу высказать какие-то свои пожелания, сделать это так, сделать сяк по мелочи, но, конечно, я не сижу с ними вечерами над чертежами, правильнее сделать выкройку, тут они, конечно, сами, я им просто доверяю. – Но мне кажется, что вот вопрос доверия в общем слове, назовем, в экстремальных видах спорта, он должен быть достаточно высокий, потому что рискует человек по крайней мере один, ну, или несколько, если это там, не знаю, какое-то массовое мероприятие, а отвечают и готовят это свершение достаточно большой коллектив. И вот если между людьми нет доверия, нет ощущения, понимаешь, понимания, что это общее дело, единое, тогда, как мне кажется, очень сложно работать. – Ну, доверие, безусловно, вообще по жизни это очень важно, правильно, в любой работе, и в том числе и в экстремальном спорте, причем не только, доверие больше даже не человеческое, а профессиональное, я бы даже сказал. Ну, замечательно, если у тебя есть еще и контакт с человеком, но прежде всего это профессиональное, чтобы у вас было полное взаимопонимание перед тем, как лезть на гору какой-то маршрут или прыгать с этой горы, когда вы что-то обсуждаете, когда вы что-то планируете, ты должен быть уверен, что твой товарищ понимает, о чем идет речь, что он реагирует на эти комментарии так же, как и ты, и понимает план так же, как и ты, а не как-то трансформируя по-своему. А вы команду постепенно набирали, она вот постепенно складывалась, или в какой-то момент вы приходите в новый проект и набираете новых людей, или это из раза в раз одни и те же персоны? У меня есть небольшая группа друзей, товарищей, которыми уже довольно много лет ездим вместе, но, конечно, у меня нет какой-то команды, вот такой постоянной, допустим, команды радио финам, где вот вы там работаете над какими-то проектами, да, то есть нет офиса, я так, я прихожу и говорю, так, ребята, взяли ручки, карандаши, блокноты, значит, у нас такая-то задача. То есть это вот под новый проект каждый раз новые люди? Под новый проект, конечно, да, ты поддираешь команду как мозаику в зависимости от того, какая задача стоит, потому что горы разные, прыжки разные. Валерия Розова у нас сегодня в гостях, вернемся к разговору. Доброе утро тем, кто сегодня проводит его вместе с нами, 11.31 в российской столице, Валерий Розов, создатель русского экстремального проекта, чемпион мира по скайсерфингу. В свое время, если я не ошибаюсь, Валер, вы были и главным тренером российской сборной по артистическим видам парашютного спорта. В общем, все, что касается экстрима, то вы в этом большой профессионал, я вас еще раз приветствую. У вас в декабре-январе все-таки наступают выходные дни, можно немножечко себе позволить расслабиться и порассказывать, чем закончился и чем запомнился предыдущий сезон. Ну, понятное дело, что, наверное, самое главное, это та самая вершина, покоренная Эверест, 7000 метров. Это, наверное, было самое главное? Ну, безусловно, да, это был самый крупный проект. Ну, то есть, покоренная вершина Эверест, 7000 метров, немного звучит некорректно, потому что Эверест высотой 8850 метров. Но прыгали-то вы с 7000. Да, да, и то есть, я не поднимался на вершину, прыгал с той точки, где есть вертикальная стена, потому что, в отличие от альпинизма, у тебя нет возможности прыгать с вершин. То есть, соответственно, у тебя нет и задачи бывать на вершинах. Несмотря на то, что ты прыгал с какой-то нижней точки, но все равно как-то принято говорить, что я прыгнул там, условно говоря, с этой горы. Поэтому то, что я прыгнул с Эвереста, это, ну, как бы некая, есть такая натяжка, что ли, игра слов. Но, тем не менее, действительно, да, это был настоящий Эверест. И это был, наверное, один из самых сложных и тяжелых проектов для меня, потому что это большая высота, на которой твое тело проваливается гораздо глубже и быстрее, чем в обычных горах. Это был достаточно короткий по разгонной части экзит, точку прыжка, мы так называем, потому что прежде чем начать лететь, мне нужно провалиться по вертикали какое-то расстояние, чтобы костюм набрал воздуха и я смог перевести свою вертикальную скорость, горизонтальное соскальзывание. Вот. Я не был уверен, что той высоты, которая там, на той высоте над уровнем моря, на которой она расположена, мне хватит, чтобы безопасно стартануть. Поэтому два года у нас ушло на новый костюм, на тренировки и два года я только и думал, чуть о чем-нибудь задумываясь, сразу вспоминаю, ё-моё, мне же на верес ехать. И сразу так в сердце внутри раз и обрывается Ну не то, что обрывается, но ты так сразу загружаешься, думаешь, а, вот это как, вот это так. Но вы идете против себя, когда вы вдруг решаетесь на такие шаги, или это ваше желание и просто нужно преодолеть, придумать, как, что сделать, как правильно сделать, или вот не хочется, но надо? Нет, ну так вопрос не стоит, не хочется, но надо. Это, конечно, какая-то моя страсть, мое внутреннее желание как-то самореализоваться. Кому идея-то пришла вот с эверестом? Довести что-то до конца. Но все идеи, которые я реализовываю, приходят исключительно мне. То есть сам придумал, сам реализовал. Мне больше неоткуда взять этих идей, потому что никто в таком объеме, как я, не прыгает в больших горах. Поэтому... А когда вы пришли к своим людям, которым доверяете, сказали, ребят, вот есть такая идея, давайте над этим подумаем, давайте задумаемся, где мы будем это делать, выбери место, костюмы, пальцем у виска не покрутили, и сказали, да, здорово, давай, как тебе это пришло, давай мы будем тебе помогать, разрабатывать. Я являюсь официальным спортсменом компании Red Bull, поэтому там нормально, абсолютно реагируют на все мои проекты. И всячески их поддерживают. И с удовольствием поддерживают, да, и уж тем более никто там пальцем у виска не крутит. Я у вас хотела спросить, сколько месяцев в году вы готовились, ну вы сами ответили на вопрос, что два года вы шли к вот этой вершине. Да, два года, именно вот это, наверное, самая была сложная подготовка, в большей степени даже психологическая, что ты вот, у тебя большая цель, и ты к ней так вот идешь маленькими шажками. А вы сами себе психолог, или у вас есть человек, который именно психологическим аспектом подготовки занимается к прыжкам? Нет, ну конечно нет. Ну, семья и жена, с кем можно поболтать на тело. Мой нижайший поклон просто вашей супруге, потому что, как мне кажется, волноваться даже за супругу, которая идет вечером с работы и опаздывает на 10 минут, это, в общем, удовольствие ниже среднего, а каждый раз, когда она вас отправляет, даже на гору не такой высоты, это все равно очень волнительно. Ну, она однозначно мой и партнер, и лучший друг. А сама никогда? Вот она сейчас нас слушает. Наталья, нижайший вам поклон. Да, Наташа, привет, я ей обещал передать привет. А когда-то сама, может быть, она занималась чем-то экстремальным, или она, в общем, человек, который просто вас поддерживает и всегда просто рядом с вами? Нет, занималась. Мы познакомились, когда вместе занимались скалолазанием, еще в институте она была. тоже прыгала с парашютом, ездим кататься на лыжах. то есть она, может быть, не была экстремальным спортсменом, но она абсолютно в теме. Ну, то есть она вас понимает, она знает, что это такое. Понимает не только по-человечески, но и понимает на техническом уровне каком-то. А ночь перед прыжком вы спите спокойно или все равно ворочаетесь, продумываете в голове его, прокручиваете сотни тысяч раз. Да, это довольно волнительно. Удивительно, что вы подметили. Действительно, это волнительный период. Такой очень ночь. Ночь перед. Мне кажется, это самое страшное. просто как, даже не то, что ты думаешь о том, смогу ли я решиться или нет, то есть этих мыслей у меня нет, но вот мысли, как оно будет, не забыть то или это. Переживаешь за погоду, потому что понятно, что эти прыжки очень погодозависимы, да, и вот представьте, мы потратили месяц экспедиции, кучу сил, времени, на меня работала целая команда, и вдруг ты понимаешь, что ты не можешь прыгнуть, на такой высоте ты долго находиться не можешь, то есть, ну, это очень, очень много зависит от различных факторов, удастся тебе или нет это сделать, и поэтому ты волнуешься, конечно, об этом. Я стараюсь переключиться мыслями. А это получается? Ну, по-разному. Но это музыка какая-то, может быть какие-то медитации, что помогает? Ну, медитация это, наверное, громко назвать, но просто стараюсь думать о чем-то другом. О чем-то приятном. А не о прыжке, да. А бывает, может быть, были в практике такие моменты, когда вы вот по психологическим показателям решили не совершать тот или иной прыжок, то есть вы готовились, у вас готово снаряжение, у вас прошла экспедиция, у вас все, в общем, уже вот, вот должно свершиться, но вы понимаете, что вы психологически не готовы и отменяете что-то, или пока такое в вашей практике не случалось? Нет, не случалось, и это как-то, ну, было бы странно, что вы знаете психологически, то есть есть какие-то вещи объективные, допустим. Ну, та же погода, например, не позволяет. либо точка прыжка оказалась сложнее и опаснее, чем я предполагал, потому что ты же на нее смотришь снизу и как-то там анализируешь ее по фотографии, когда ты оказываешься на ней реально, реальность может быть немножко другой, но так, чтобы я, ой, что-то я сегодня нервничаю. Ну, страшно, нет? Такого нет, но все-таки у меня без ложной скромности большой опыт, и я себя хорошо контролирую. Ну, вы когда-то считали, сколько прыжков вы вообще совершили и с парашютом, и просто уже на крыле? Ну, конечно, да, да, но с некоторого времени я не считаю, прям каждый прыжок немножко сбился. Но статистика... Честно говоря, со счета, да, но если говорить о парашютных прыжках, то есть самолет, у меня где-то около 10 тысяч прыжков, прыжков со скал, где-то 1400 с небольшим. То есть вы, по сути дела, всю свою жизнь, все, если 30 лет спорте, поделить на вот эти 10 тысяч прыжков с парашютом и полторы тысячи со скал, в общем, прыгаете чуть ли не каждую минуту? Нет, прыгаю я последние 20 лет. Первые 10 лет я занимался чисто альпинизмом. Вот, наверное, это сравнение, которое часто бывает, и вашу фамилию ставит один ряд с Феликсом Баунгертнером. Вот наверняка же смотрели то, что совершил этот человек. Ну, конечно, он же тоже спортсмен рейтбола, поэтому... Что скажете? Вы когда-нибудь на такое решитесь? Ну, это неправильная постановка вопроса. как правильно? То есть, на что там решаться? Нет, это замечательно, очень интересно и хороший проект, достойный. Достаточно сложный технически, но все-таки это технический проект. То есть, это больше зависит от той команды, которая готовит прыжок, нежели от самого Баунгертнера, который его совершает? Так? Ну, по сути, да. То есть, те требования к его спортивному уровню, они, в общем-то, не очень... Высокие. Высокие, да. Другое дело, что все равно решится войти вот в эту зону неизвестности, а любой рекорд, любое новое достижение, особенно в экстремальном спорте, это зона неизвестности и, соответственно, опасности, потому что все законы, все правила в экстремальном спорте, хотя, ну, дурацкое название, но тем не менее, раз мы его используем, они написаны кровью, реально кровью людей, которые поплатились своими ошибками, заплатили за это своей жизнью. Вот, поэтому, когда ты попадаешь в неизвестную зону, на новую высоту, неважно, это горы, или то, что сделал Феликс, то есть ты реально понимаешь, что ты рискуешь, что ты сделаешь что-то, что никто не делал до тебя, и все может пойти как угодно не так, поэтому, с точки зрения, безусловно, надо отдать должное этому замечательному проекту, очень красивый, интересный проект, но просто стоит, стоит достаточно безумных денег, поэтому всех подряд спрашивать, а вы как не хотели бы, а в космос не хотите полететь, ну, в принципе. Конечно, хочу. Вот смотрите, когда Баумгертнер прыгал из стратосферы, об этом знали все, показали все мировые каналы, показал YouTube, и там миллиарды просмотров, вот, про ваше увлечение, про ваше достижение и совершение знают, как мне кажется, чуть меньше у людей, вот, вопрос амбициозности его проектов и вопрос, ну, какой-то славы для вас актуален? Ну, сейчас, мне кажется, уже нет, то есть, как говорил Лысоцкий, я себе уже все доказал, поэтому иногда даже лишнее какое-то внимание, оно утомляет и раздражает. Лишнее? Ну, то есть, у меня нет точно какого-то желания сделать это более, сделать что-то такое, чтобы я был более узнаваемый, более медийный или там куда-то прорваться, мне это не очень интересно. То есть, вы доказываете не всему миру, вы доказываете себе? Тем более, в последнее время, конечно, себе, да, но что мне доказывать всему миру? А раньше, как была постановка вопроса? Потом мы же должны понимать разницу между чисто медийными проектами, потому что проект Феликса, он все-таки более медийный, мои проекты, они все-таки более спортивные, чем проекты более спортивные, тем они более сложны для понимания обычных людей. То есть, ты прыгнул из космоса с парашютом, все, ну, какие проблемы? Всем все понятно в двух словах, правильно? Или там, человек прыгнул парашютом с эвереста, то есть, это вот один из самых моих успешных проектов, хотя далеко технический, не самый сложный в итоге, просто потому, что он понятен, все знают эверест, ага, человек прыгнул с эвереста с парашютом. Поэтому, если ты делаешь, и также существуют некоторые люди, которые делают фантастические вещи в том же бейсджампинге, очень интересные, очень рискованные, но вы о них не знаете, потому что то, что они делают, знают не все. Но это проблема команды, которая не говорит об этом, или это проблема людей, которые не хотят? Это проблема средств массовой информации, которой мне интересно погружаться так глубоко и в этот вид спорта, его презентовать, как-то людям рассказывать. Ну, достаточно часто средства массовой информации рассказывают о тех отчаянных юношах, которые прыгают, не знаю, с высотных зданий, и вот это часто бывает в эфире, и многие есть, которые без подготовки повторяют. В СМИ попадают новости, которые не надо объяснять, которые и так всем понятны. Если это новость такая, что вам нужно на пять минут рассказывать нюансы этого вида активности, естественно, это будет никому неинтересно. Вот оно что. Ну ладно, поговорим о том, что будет интересно. Я надеюсь, в следующем году увидеть и зрителям, и вам, может быть, совершить. Ну а пока буквально двухминутная пауза Валерия Розова. У нас сегодня в гостях создатель русского экстремального проекта. Возвращаемся в студию, возвращаемся к нашему разговору. Человек, который не любит говорить, что занимается экстремальными видами спорта, но тем не менее это так и есть, и его достижения, не знаю, Валерий Розов, кстати, у нас сегодня в гостях Валер входит в книгу рекордов Гиннеса. Есть что-то, что занесено в это энциклопедическое издание, или пока вы еще не совершали ничего такого, по мнению? Ну, книга рекордов Гиннеса очень специфичное издание, там как-то нужно отдельно подавать заявку, отдельно регистрироваться, то есть я пару раз пытался узнавать, как это происходит, это очень непросто, то есть ты сам должен проявить массу инициатив, чтобы туда попасть. У меня есть какие-то достижения, которые могут быть туда занесены, и групповые, и мои индивидуальные, в частности, последний прыжок в массиве Эвереста, если они занесут, ну, занесут. Но у вас же есть документальные свидетельства, есть видеофото, да? Ну, оно все есть в интернете, просто мне казалось, что такое издание само должно изыскивать какие-то новые вещи, бегать за ними самому и говорить, вот не хотите ли меня записать в свою книжку, мне это неинтересно. Неинтересно. Валер, вы наверняка же пользователи интернета достаточно, как мне кажется, должны быть активным. Вы наблюдаете, смотрите там где-то на каких-то порталах, я не знаю, совершенно рискованные прыжки неподготовленных людей, которые иногда заканчиваются трагически. Как вы вообще к этому относитесь, когда люди, не имея на то ни опыта, ни соответствующей подготовки, вдруг пытаются совершить что-то из ряда вон выходящее, и не всегда это, к сожалению, приходит и приводит к положительным результатам. Ну, это, к сожалению, есть, с этим непонятно пока, как бороться и что с этим делать. Сейчас столько много информации, и понятно, что ты можешь найти любые прыжки, получить любые сведения о том, как прыгнуть, и будучи неподготовленным, что-то пытаться сделать, тем более, что бейс-джампинг, он к этому провоцирует, можно сказать, что тебе нужно, это надеть парашют, подойти к краю и прыгнуть вниз. Да, только нужно еще за кадром осталось, да? В альтинизме, скалолазании, там довольно сложно выпидриться на голове вместе, грубо говоря, ты просто от земли не оторвешься, подойдя к сложному маршруту. Ну да. Если ты к нему не готов, здесь же, конечно, проще. И поэтому, ну да, бывают, бывают такие люди, но в целом, как-то эта деятельность, мне кажется, немножко стандартизируется и приходит тоже к нормальному состоянию, то есть больше людей понимает, что ты должен тренироваться, чтобы что-то показать. Ну, в общем, и тренироваться, наверное, не один день, и готовиться к тому, к чему собираешься прийти, в итоге, наверное, не один месяц. Да, ну а так, ну что здесь, собственно, обсуждать? Конечно, это вид активности достаточно модный, я так думаю, очень активно развивается, лавинообразно количество людей, вовлеченных в эти прыжки. Поэтому, конечно, молодым людям хочется быть причастными, бывают неадекватные какие-то персонажи, но ничего не поделаешь здесь. А есть в среде, может быть, российских спортсменов, экстремалов, ну простите меня, если я так вас буду называть, может быть, кто-то в Европе, в мире, кто готов вот вместе с вами работать над самыми разными проектами, может быть, чуть помоложе, которых больше амбиций и больше каких-то еще желаний в ваши достижения побить, или, в общем, вы пока такой совершенно отдельный проект, совершенно вот ни с кем не конкурирующий? Нет, в последнее время в последнее время очень эта тема прыжков с парашютом в больших горах, она очень становится популярной, особенно в Альпах, где очень много хороших альфинистов, которые начали прыгать со скал, поэтому в последнее время реально чувствуется очень такая интересная, жесткая конкуренция, ну, в достаточно пока хорошем смысле, то есть открываются новые места, еще что-то, меня это не напрягает, но меня это заводит, заводит, да, то есть хочется конкуренцию, да, она заводит, но она, когда ты один ковыряешься, что ты делаешь, понятно, что ты какие-то вещи упускаешь, когда группа людей развивает какое-то направление, то, естественно, оно развивается быстрее и все растут одновременно, тоже быстрее, поэтому, с одной стороны, конечно, проще быть героем одному ходить, первым парнем на деревне, да, как это было много лет, сейчас, да, сейчас уже есть конкуренция, с которой приходится считаться, на которой приходится обращать внимание. А у ваших конкурентов? в плане какого-то партнерства, но это же не альпинизм, где нужны командные усилия тебе. Но кто-то скажет, я хочу в вашем проекте участвовать, нет такого? Прыжки достаточно индивидуальное занятие, то есть, по сути, зачем мне второй прыгающий человек, он просто, ну... Перетянет на себя кусочек вашего одеяла. Да, ну, даже не в этом дело, но просто это же дополнительные деньги, дополнительный груз, дополнительные усилия. А в качестве молодого человека, которого вы будете наставлять? И в этом нет необходимости. У меня есть группа друзей, товарищей, с которыми мы регулярно ездим, и которыми я как-то, когда у меня есть возможность, делюсь своим опытом, своим знаниями, и мы ездим, иногда и в большие горы совершаем какие-то прыжки, для них нестандартные, непростые. А для вас в качестве вот отпуска и отдыха? Еще раз говорю, если речь идет о проектах каких-то, спортивных, медийных, спонсорских, как угодно, здесь команда прыгающих людей, она как бы неактуальна просто. А что-то у молодых и ранних подсмотреть, какую-то идею может быть реализовать, переложить ее на себя, есть такое, или вы сами по себе, не сами по себе? Ну, пока нечего подсматривать, в плане юношеского задора, которому думаешь, да, да, вот так вот надо, по азарте. Ну, ладно, мне кажется, что если бы вы не были азартным человеком, если бы у вас вот этой вот жажды доказывать себе самому каждый раз и брать новые вершины, если бы у вас этого не было, вы бы этого не совершали, вы бы уже давно сидели на печке и говорили, а вот я там 15 лет назад. То есть, но все равно со временем все становится достаточно обычным для тебя, поэтому если есть возможность чем-то себя подстегнуть, ну, вот опять же, той же конкуренции, то мне это скорее нравится. Ну, если это все выглядит корректно и не выходит за рамки каких-то там негативных информационных войн где-нибудь в интернете, вот, то я это абсолютно приветствую, мне это очень нравится. А есть что-то, что у вас в последнее время занимает какой-то проект, не рассказывая его деталей, над чем вы собираетесь поработать, может быть, уже что-то просматриваете, придумываете, обсуждаете с командой? Ну, повторюсь, у меня сверстан весь сезон уже на будущий год, то есть я точно знаю, когда и где я буду, в какой месяц. Там будет что-то такое, что было вот год назад, вернее, в этом году, как было с массивом Эвереста, вот что-то такое. Да, 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 будет один крупный проект, в больших горах, и все лето я собираюсь провести в Альпах, где, вот еще раз повторюсь, очень много людей стало активно прыгать, и мне там стало интересно тусоваться, вариться в этой каше, и пытаться сделать что-то новое на фоне вот этой более жесткой конкуренции, это и спортивно, и интересно, и почетно, вот поэтому вот летом я буду в Альпах пытаться сделать что-то новое. Сейчас два месяца отпуска, отдыха, как расслабляетесь? Понятное дело, что подспудно где-то все равно мысли о новых проектах, о том, этапе подготовки, который за отдыхом последует, все равно есть, но тем не менее. Что-то такое? Да ну, никак, просто наслаждаюсь свободным временем, тем, что у меня есть возможность быть дома, что я нечасто бываю в течение, имею эту возможность в течение сезона, поэтому, то есть, такой длительный период, я иногда там, ну, по нескольку дней дома опять уехал, вот, а сейчас, ну, там, целый месяц дома, плюс предновогодний период, у меня в конце декабря день рождения, то есть, ну, все такие. Ожидаете каких-то больших праздников? обычно декабрь тоже, все друзья в Москве, то есть, какие-то постоянные встречи, тусовки, ну, то есть. Ну, это редко, ну, можно же себе один раз в месяц позволить понаслаждаться жизнью и ни о чем не думать. Да, да, ну, декабрь, вот, отличное время, чтобы, да, проводить его в Москве. Валер, вас можно увидеть на море, лежащем на шезлонге, попивающем свежевыжатый сок, или это не ваш тип отдыха? Это нет, да, это точно не мой тип отдыха. Я ездил раньше несколько раз, семья любила отдыхать в системе Кладмета, может быть, знаете, там такое, типа, все включено, спортивное развлечение, да, и вот, я бывал несколько раз с ними. Вот, ну, да, если с детьми, да, если есть какая-то идея, то я готов поехать, чтобы, допустим, двоим женой мы отправились куда-то там на пляж, но мне тяжело это представить. Я желаю вам в любом случае, каким бы вы не запланировали себе этот отпуск, чтобы он принес вам успокоение, в хорошем смысле этого слова, чтобы вы отдохнули, набрали сил перед следующим проектом, и, как и обещали, через год ждем вас, чтобы вы рассказали о том, что за течение года... Всем удачи, с наступающим. Спасибо, да, Валерий Розов был в гостях, услышимся ровно через неделю.